Программа «Ахбулах» была принята в мае 2011 года. Целью программы является обеспечение населения качественной питьевой водой и услугами водоотведения. До 2020 года планируется обеспечить доступ к централизованным услугам. По водоснабжению в городах 100%, в сельских населенных пунктах 80%, по водоотведению в городах 100%, в селах 20%. На реализацию мероприятий программы в течение 2011-2013 годов направлено 315 миллиардов тенге. Запланированные в программе на 2013-й год целевые индикаторы будут достигнуты. Речь идет о том, что в городах централизованное водоснабжение 45,7% и к центральному водоснабжению по городам 78%. Вернее, извиняюсь, по городам 86%, по селам 45,7% и водоотведению, соответственно, 78% по городам 10%. С этими цифрами будьте аккуратны, Балабий Дахмедович. А то у нас скажут, что города меньше 50% водообеспечения централизованных. Нет. У нас 86%. И на развитие сельского водоснабжения и водоотведения за 2011-2012 год регионам направлено 62,5 миллиарда тенге на реализацию 492 проектов. На начало года в эксплуатацию введено 225 объектов из 316 запланированных. Основными причинами неуполнения планов являются как недофинансирование, так и слабый контроль. В текущем году в сельских населенных пунктах реализуются 168 проектов на сумму 3,4,4 миллиарда тенге. За 10 месяцев регионами освоено 30,5 миллиардов или 96%. Не освоено 1,6 миллиардов пока. Сразу хотелось бы сказать, те цифры, которые я буду называть, уже Акимы отзванивались, говорят, что у них цифры изменились. Но это цифры, которые мы получили официально по состоянию на 1 ноября. На сегодня, может быть, цифры несколько и изменились. Значит, среднереспубликанский показатель доступа в селах к централизованному водоснабжению, как я сказал, 45,9%, к водоотведению 45% и к водоотведению 9%. В настоящее время по республике Привозной водой пользуются 153 села. Анализ обеспечения водоснабжением, водоотведением в сельских населенных пунктах показывает отсутствие системного подхода. И необходимо отметить еще об одной проблеме, что все-таки Акиматы не имеют достоверной информации по доступу к условиям водоснабжения и водоотведения. Отсутствует четкий учет. И те цифры, о которых я уже упомянул, они еще и пляшут по этой причине, потому что даже на 1 ноября мы получали цифры с нескольких попыток от отдельных областей. Для достижения плановых показателей программы по доступу к централизованному водоснабжению и водоотведению в селах необходимо ежегодно реализовывать проектов. По водоснабжению 329, по водоотведению 137. На 2014 год регионами предоставлено 89 проектов, а поддержано, то есть в бюджете предусмотрена сумма на реализацию 68 проектов. Если сопоставить необходимые ежегодно 329 и то, что будет в следующем году всего лишь реализовываться 68, понятно, что эти цифры говорят о том, что программа, если ее реализовывать в том виде, в каком она сейчас реализуется, она не просто под угрозой срыва, она однозначно не будет выполнена. Ну и в министерстве даже некие такие настроения возникали, что нереально, надо цифры корректировать. Но все-таки речь идет об водоснабжении населения, поэтому считаю, что внесение корректировок в программу позволит к 2020 году достичь тех цифр, которые заданы в программе. Но эти корректировки должны быть достаточно серьезными, и о них, собственно, я хотел бы и доложить, докладывая о ходе реализации программы. Значит, дефицит проектов у нас сложился по ряду причин. Отставание от графика проведения работ по переоценке, разведке и подтверждению запасов подземных вод. И в этой части, если не менять подходы, то лимитирующее условие – это наличие подтвержденных запасов вод. Это, собственно, и определит те масштабы программы, которые мы сможем реализовать. Поэтому необходимо очень сильно изменить, вообще необходимо в достаточном объеме как финансировать проекты, так и сами проекты должны реализовываться с учетом приоритизации. О том, каким образом мы видим возможность приоритизации проектов, я скажу чуть позже. И, кроме того, необходимо эти полномочия по геологоразведке, по водным источникам, все-таки передать местным исполнительным органам, потому что ответственность не может быть ими реализована. Вся их ответственность по водоснабжению, если ключевое лимитирующее звено в этом проекте не контролируется местными исполнительными органами. Второе. Затягивание сроков строительства, реконструкции групповых магистральных водопроводов. Третье. Недостаточное выделение средств на разработку ПСД со стороны местных исполнительных органов. Здесь следует отметить, что в силу отсутствия механизма приоритизации, местные исполнительные органы незначительные средства выделяют на небольшие проекты. И, ну, для примера, если три населенных пункта в Мангистауской области водоснабжения, три проекта могут охватить порядка 84 тысяч населения, то в Восточно-Казахстанской области, чтобы охватить 84 тысячи населения, необходимо реализовать 426 проектов. Понятно, что, наверное, на эти проекты, на небольшие проще выделять средства, чем на большие, но приоритетность, она должна быть иной. Необходимо, прежде всего, реализовывать проекты с большим охватом населения, с тем, чтобы большее количество людей видело результаты этой программы, а не количеством малых проектов за малые деньги необходимо пытаться вопросы решить. В текущем году по подтверждению подземных ввод только для 216 сел, при главе 480, но это проблема геологоразведки, организации работы, о чем я уже говорил, и что необходимо менять. Говоря о том, что необходимо сделать, когда я заявляю о том, что необходимо, прежде всего, сосредоточиться на больших проектах с большим охватом населения, то мы уже, и для этого не потребуется внесение изменений в законодательство, в следующем году начнем в пилотном режиме реализовывать проекты по созданию локальных схем водоснабжения. Технологии меняются, и сейчас есть возможности относительно недорого реализовывать проекты на основе локальных схем водоснабжения, то есть с локальными очистными сооружениями, фильтрами, и не надо тянуть на небольшие села десятки, сотни километров водоводы, поскольку это затратно, и мы прикидывали, каким образом может складываться тариф, а сейчас в программе Ахбулах вообще-то вопрос тарифов выводится за скобки, поскольку дорогие проекты это еще и проблемы с дальнейшим обслуживанием этих проектов, и тем более, что у нас водообеспечения нет в малых сельских населенных пунктах, и эти все затраты, ну, речь будет идти, безусловно, о субсидировании, что возможно, но, безусловно, масштабы такого субсидирования нужно пытаться зарегулировать при реализации проектов, а не воспринимать их уже как что-то неизбежное. Поэтому мы начнем реализовывать в пилотном режиме проекты по локальному водоснабжению. Кроме того, сейчас уже готовимся к тому, чтобы подготовить типовые проекты по локальному водоснабжению, но реализация таких проектов предполагает решение еще одного вопроса – необходимо создать управляющую компанию, потому что вводить объекты водоснабжения без того, чтобы у этих объектов был хозяин, который в состоянии эксплуатировать эти организации, конечно, это будут деньги на ветер. Поэтому мы считаем, что необходимо создать управляющую компанию, которая могла бы должным образом эксплуатировать эти водохозяйственные объекты. Ну и когда я говорил о том, что у нас есть понимание того, каким может быть механизм приоритизации проектов, он даже вносился сюда, в канцелярию премьер-министра, внесение изменений в положение о министерстве, которым министерству давались полномочия по особому порядку разработки, особого порядка разработки, согласования, утверждения проектной документации на строительство объектов жизнеобеспечения. Но нам его вернули, поскольку мы должны внести еще ряд изменений в положение, и было предложение комплексно все это сделать. Мы это, безусловно, сделаем, не затягивая, но вот этот особый порядок позволит на стадии проектирования нам уже отсевать те проекты, которые не являются приоритетными. То есть в данном случае Министерство регионального развития будет не просто органом, куда проекты сливают и где проводится экспертиза, и вносится бюджетная заявка от имени местных исполнительных органов. В данном случае мы будем приоритизировать эти проекты с тем, чтобы, еще раз говорю, повторюсь, с тем, чтобы прежде всего реализовывать проекты, которые обеспечивают больший охват населения, с тем, чтобы мы на небольших, малые села, где есть возможность обеспечивать водоснабжение через локальные проекты, мы это делали. Ну и, кроме того, я думаю, что надежность строительства – это еще одна проблема программы. Она была, эта проблема, в программе «Питьевые воды», она перекочевала, эта проблема, в программу «Ах-Булах». И я думаю, что мы сейчас прорабатываем, каким образом влиять на эффективность, на качество строительства. И как одно из мероприятий, сейчас вот я поручение дал, ну, в общем, в министерстве прорабатывается, с тем, чтобы трубы, оборудование, все централизованно закупалось. Такая возможность с действующим законодательством есть. Единый организатор конкурсов, Аким, может проводить конкурсы для всех, по всем проектам, с тем, чтобы не отдавать на откуп подрядчикам важнейшие элементы строительства, от которых зависит качество. Ну, казалось бы, трубы синтетических материалов должны быть очень долговечными по сравнению с металлическими, поскольку не подлежат коррозии, но в силу плохого качества закупаемых материалов все оказывается наоборот. Поэтому вот этот механизм, я думаю, что необходимо будет внедрить по единому организатору конкурсов, по закупу Акимами вот этого оборудования и товаров для реализации проектов. Ну и плюс, безусловно, мы еще проработаем, какие вопросы необходимо решить для того, чтобы усилить качество проектов.